здравствуйте дорогие друзья я на фоне миндаля цветущего снятого кстати в израиле вот и эта программа всегда ваш марк котлярский и сегодня у меня студии уже по доброй сложившейся традиции раввин михаил коган как я бы сказал временно проживающий на территории германии в городе дюссельдорфе вот но мы с ним сегодня будем говорить как раз о том что сегодня происходит что все не творится потому что мы как раз накануне самого пожалуй загадочного и самого что ли карнавального скажем так праздника пулем каждый раз мы смеешь уже не первый раз говорим о пулеме и берема праздников но что мне нравится что каждый раз у нас появляются какие-то новые краски какие-то новые детали и пулем порой действительно порой обретает какие-то совершенно мистические предначертания сейчас меня такое ощущение что я смотрел соцсети миша да такое ощущение что весь мир смотрит именно на евреев потому что так сказать в пулем всегда что-то происходит такое какие-то знаковые события во всяком случае там скажем там смерти сталина там или кстати да пулем же был закончилась эта война в персинском заливе то есть еще каких-то реактивных событий все ждутся что-то произойдет миша так произойдет что то или нет но произойдет любом случае это это сто процентов но то вот мне очень понравилось то что сказал что вот каждый раз мы с тобой разговариваем по этому празднике вдруг открывается совершенно невероятная сторона этого праздника да как или неведомая вот это вот очень интересно да ну может быть и в этот раз мы что-нибудь с тобой этакое откроем для себя и для других марк ну наверное что случится действительно вот в далекой германии освобожденной тоже люди ждут на самом деле вот этого праздника и считает внутренне видимо полагая что вот должно что-то серьезное произойти ну может и произойдет у нас есть еще пару дней я не знаю муж с тобой не пророки поэтому мы не знаем но мы ждем мы надеемся что что-то положительное произойдет будем происходит как правило положительное ну давай поговорим о празднике пулем давай праздники пулем потому что опять таки я еще раз говорю мы с тобой очень часто поднимаем эту тему я считаю справедливой тебе за это огромное спасибо что ты смотришь на эти праздники очень часто нет под неким скажем нетрадиционным ракурсом нетрадиционным взглядом потому что еще раз говорю меня я бы сказал не назвал бы это слово отталкивает да это неправда потому что я люблю еврейские праздники но я скажу так смущает меня смущает очень то часто что из-за повторяемости определенного цикла этих праздников люди многие я не верю все обобщать тоже не буду но многие склонны воспринимать эти праздники больше как бы со стороны внешней некой обрядовости да некое так сказать то есть лишенный философского смысла или какой-то глубины да так сказать потому что ну вот сейчас пулем окей отлично я смотрю слава бог все уже надели карнавальные уже надевают карнавальные наряды переодеваются в кого-то это здорово это это классно я не говорю что это плохо но мне хочется все таки какого-то осмысления какого-то вот что с чего почему мы должны чтить этот праздник для чего нам вообще дан да и что это означает все эти перипетии вот ради чего этот праздник который означает жребий пур жребий да то есть что за жребий почему жребий то есть когда есть объяснение но 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 смысл на самом деле ускользает потому что мы погружены все вот в некую внешнюю атрибутику этого праздника а задуматься над тем что нам дает этот праздник видимо нет времени или нет желания вот что ты думаешь по этому поводу но я думаю что нет желания время но всегда тыщется если необходимо но ты знаешь марик я недавно недавно я понял одну очень простую интересную вещь я понял откуда у нас все проблемы откуда корень всех проблем ты будешь долго смеяться я тебе сейчас расскажу пример очень прост учитель неважно какой рассказывает детям что-то и когда он заканчивает коронная фраза дальше звучит коронная фраза дети вам все понятно и они отвечают понятно вот в этот момент начинаются все проблемы как только ты ответил что тебе понятно и ты не обманываешь ты думаешь что тебе все понятно тебе кажется что да тебе кажется что ну а что с непонятно все понятно вот тут-то тебя и пока поджидают все абсолютно проблемы вот ты знаешь споримом то же самое вот прочитаем агилат эстер эту книжечку или послушай что тебе расскажут умные люди и ты увидишь что там все понятно там просто все предельно понятно ситуация которая происходит где-то там персидской империи какой-то период времени евреи живут как-то живут по-разному кто-то нас не любит кто-то нас любит происходит некие события мы подвергаемся опасности мы пытаемся одну выкрутиться выжить я не знаю выстоять что-то делаем ну и в конце концов удача поворачивается к нам и все заканчивается благополучно да нас хотели убить мы выстояли и пошли пообедать то есть ну что там непонятного абсолютно все понятно и вот когда мы говорим абсолютно все понятно вот все проблемы начинается в этот момент причем ты знаешь это в любом в любом событии возьми самые актуальные вот те что сейчас происходит на украине скажи ребят все понятно все понятно и вот как только скажешь что тебе все понятно тут же влипнешь папа полный так вот если я сразу говорю мне в курями очень многое непонятно просто такое количество вопросов что я не знаю надо схватиться за голову сказать ребят ну все я перестал что-либо понимать ну во первых да мы же исходим с того что этот текст включен священное писание да он танах 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 и ни разу имени всевышнего ни одного имени всевышнего ни разу не упоминается в священном тексте покажи мне еще один такой текст из священной книги где ни разу имена всевышнего не упоминаются это известный вопрос но он требует ответа непонятно да потом непонятно вот что на самом деле хочу мы так сильно радуемся от всего этого что произошло ведь мы по существу если прокрутить всю историю я ее не буду сейчас пересказывать но если ее прокрутить то в конце мы оказываемся в еще большей проблеме чем в начале понимаешь мы победили нас не убили но явно с этого момента начнется такая ассимиляция что мало не покажется мы вообще через некоторое время если будем двигаться в эту же сторону все перестанем быть евреем понимаешь мардыхай на лошади заграничный министр и там естественно заграничный министр должен себя вести как министр этой страны персии а не как еврей да интересы столкнуться и он забудет что он еврей еврейская девочка эстер вышла замуж за гоя и радуется вовсю я понимаю если это было бы книжка там партии мерец другое дело но это же тонах и и тонах говорит да нормально нормально никто даже не сомневается все нормально а потом какие правила в этом празднике евреи говорят вы должны в этот праздник быть то и цикер как говорят и афиды пьяные в стельку ребята евреи пьяные в стельку к этого когда где вы это видели где вы это слышали понимаешь извини мишка перебью да извини дорогой вот это вот фраза да меня тоже всегда так сказать вызывало сомнение и непонятку на пиццу так чтобы не отличать амана от мордыха это почему если я если если подумать да мишка если я не буду отличать амана от мордыхая значит я условно говоря не буду отличать плохое от хорошего конечно добро и зло у тебя они у меня сливаются так а что же в этом хорошего то да естественно ты не будешь знать то хороший то плохой все люди братья обнимемся по случаю и пойдем да с тем командам которые меня на следующий день там были через два часа меня так сказать может сдернуть сдернуть на первую попросу да видишь это если мы немножечко с тобой подумали у нас уже возникает масса вопросов то есть когда мы вот эти вот все вот непонятные непонятности перечисляем мы мы видим что видимо от нас хотят что-то скрыть очень важное о поэтому нам говорят ребята вам все понятно да конечно и все в этот момент да да мы должны заняться чем-то другим там пойти на кухню сделать кофейку все мы забыли все и поешь главное что вот большинство людей к этому празднику именно так относятся самое тяжелое это найти правильную маску и привести там ребеночка в синагогу или дом культуры чтобы ему дали правильный подарок за тот который ты заплатила не другой понимаешь и чтобы все были радостные ну и ты чтоб там посидел покушал немножечко там выпил с друзьями тоже хорошо тоже хорошо ну какое это отношение имеет к религиозному празднику пури мне скажут не не он не религиозный ребята он религиозный он в танахе он священном писании что вы хотите священном писании нет не религиозный там все религиозные вот давай попытаемся в этом разобраться давай 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 смотри я искажу из очень простой логики смысл всегда в конце предложения вот если ты строишь какой-то сюжет то если ты вначале расскажешь там кто украл то о чем ты будешь писать дальше значит не о чем детектив не состоялся кто убил дал дал должно быть известно в конце пурим последний праздник в годичном цикле вот все праздники у нас восемь праздника там шести старые два от наших мудрецов но неважно мы празднуем в год восемь праздников если йома от смута то девять и все равно последний праздник у нас пурим потому что сегодня у нас последний месяц года первый праздник у нас пейсах значит именно в празднике пурим реализуется вся суть годичных праздников вся абсолютно а и здесь очень точно надо понимать что нельзя допустим отпраздновать праздник шавот а потом значит праздник рошашана а потом праздник пулем и считать я праздную еврейские праздники это как если ты пошел в школу ты должен отучиться все классы подряд иначе в конце ты не получишь аттестат тебе скажут ты пропустил пятый и седьмой класс как так может быть так и здесь когда ты отмечаешь все праздники ты должен все их отметить каждый праздник что-то дает тебе и в конце пурим он реализует полностью все полностью все реализует это первое и второе последнее действие которое мы должны сделать праздник пурим самое последнее перед тем как пурим заканчивается то есть между полуденной молитвой и вечерней молитвой вот 17 числа у нас праздник пурим но я говорю не про иерусалим иерусалим на следующий день но то же самое то мы должны отмолиться дневную молитву да вот полуденную после полудня и потом устраивается то что называется миште праздник застолье это это заповедь и вот тогда ты должен напиться до состояния одно яда до такого состояния что ты не отличаешь одно вот зло от добра от другого да значит мы можем четко и ясно сказать что финал всех праздников финал это когда ты не можешь отличить добро и зло а я тебе задаю такой очень простой вопрос в истории человека был такой момент когда он не отличал добра и зла был и где это было в раю совершенно верно это было в ган-эдене поэтому вся эта история с деревом познание добра и зла потому что он не отличал одно от другого а нужно было видимо отличить как-то но он не имел этого опыта ган-эдене нет зла и поэтому для него добро и зло было абсолютно одинаково так же как и одинаково в человеческий верх и человеческий низ одно и то же поэтому они ходили ногами у них не было разницы значит вот в этот момент в этот именно момент мы попадаем состояние в состояние ган-эдене о миша извини я тебя перебью просто хочется словом ставить как здорово мишка то что ты говоришь уже наполняет совсем другим смыслом этот вопрос но мы же его себе не задаем ну окей надо напиться чтобы не отличать там мама от мордыхая напьемся и будем веселые почему не да но ведь то что ты говоришь это вкладывает совсем иной смысл наполняет этот вопрос совсем другим гораздо более глубоким содержанием чем просто напиться и не отличать одно другого да то есть как бы и отвечает тебе на вопрос а почему ты должен напиться чтобы не отличать да и почему ты должен отличать хорошие от плохого а ну вот в чем оказывается вот оно что вот миша это это просто извини дорогой это просто это это действительно как озарение как будто знаешь ну да вот мы с тобой нащупали одну важную точку то есть в эту секунду самый последний момент годичного цикла праздников мы по идее попадаем в состояние не в ган-эда в состоянии ган-эда состоянии райского сада где человек не отличал добро от зла и видимо это было сделано неспроста ну естественно все праздники делал всевышний да он делал и нам давал в пользование мы от каждого праздника что-то получаем в том числе и от этого праздника а вся история на самом деле вся история человечества это замысел творца который воплощается в ган-эдэне да он там сотворил человека поместил его при этом месте дальше идет некая история которую мы называем грехопадение и дальше человек изгоняется из ган-эдэна на землю и вся последующая история человечества это попытка вернуться обратно то есть попытка вернуться домой все делается людьми для того чтобы найти путь обратно домой так вот я для себя определил что этот путь можно определить только при наличии трех компонентов которые были в ган-эдэне ган-эдэне человек был окружен тремя очень важными вещами а именно ну он его тело и его душа он сам да дальше то пространство в котором он был помещен пространство ган-эдэна потому что пространство было сделано да и насадил сад в эдэне и поместил туда человека то есть это специально сделанное пространство приспособленное приготовленное для этого вот абсолютно безгрессного человека и еще одну вещь там сделал он осветил седьмой день до седьмой день то есть он осветил время он сказал что время потому что на седьмой день как раз человек и был ган-эдэне потом его выгнали оттуда то есть вот время было освещено то есть три параметра я человек время в котором я живу и пространство в котором я нахожусь должны иметь элементы святости ну мы говорим это слово к душа святость имея в виду что что-то от ган-эдэна там должно быть возвызли мы не будем сейчас обеднять слово святость это целая история это непонятное слово на самом деле но понятное присущие неким духовным сущностям так вот когда нас изгоняют из ган-эдэна человек остается человеком он никуда не одевался да время освещенное ему дают ему говорят что у тебя будет шаббат и праздники это время освещенное если ты туда попадешь но она у тебя есть чего человек лишается напрочь он лишается освещенного пространства его выгоняют из ган-эдэна а земля это уже не освещенное пространство то есть он есть человек время у него есть освещенный но пространство освещенного у него нет и ему обратно дороги не найти без одного компонента компас не работает и вот он живет себе живет спокойненько до определенного момента пока у горы сина и не возникает еврейский народ которого видимо будет свешний потом обяжет найти эту дорогу и всевышний приказывает через муше построить передвижной храм мешкан и он говорит вы построите мешкан и тогда я буду пребывать среди вас вот для меня мешкан это как раз и есть попытка выделить некое пространство которое является освещенным то что мы утратили когда нас выгнали из ган-эдэна и в дальнейшем действительно и мешкан и первый храм и второй храм будут этими освещенными пространствами которые нам указывают дорогу в ган-эдэн но это процесс там еще другой вопрос возникает тогда по идее храм не должен быть разрушен потому что как только его разрушат мы снова теряем ориентир и вот тут начинается самое интересное муше спускается со вторыми скрижалями в емки пур первый скрижали он разбил потому что там они сделали золотого тельца да вторые он приносит в емки пур десятого день месяца до тишрей на следующий день он говорит ребята так мне велели построить мешкан приносите все дорогие хорошие вещи я вам сейчас дам список и мы будем это делать и прямо на следующий день одиннадцатого тишрея народ начинает приносить кто что и начинается приготовление там бацалель и другие начинают готовить элементы мешкана будущего храма так вот раби ханина говорит первому адара все элементы были готовы просто нужно было бы взять их и собрать и вдруг всевышний говорит знаете что сейчас месяцок подождете и первого ниссана начнете строить мешкан вопрос почему зачем нужно было ждать их там ничего не держит у той горы они сейчас соберут мешкан будут увидят какой он и двинутся дальше им же вы там сидеть не надо нет всевышний говорит месяц посидите еще здесь зачем непонятно зачем значит я делаю уже с первого ниссана они там возведут храм посмотришь что он такой освещать осветили его вели туда арона и сыновей началась служба и они двинулись дальше длинулись дальше в сторону финанская земли вот этот месяц исходя из того что всевышний велел им повременить я делаю вывод ему нужен почему-то месяца да нужен зачем а дальше делаем еще один ход известно что у горы синай мы получили тару но как говорит метраж мы ее получили насильственно что это значит хотели можем получить эту тару скорее всего не очень но всевышний говорят поднял над нами гору и сказал ребята берете тару мы посмотрели наверх сказали берем и тогда он гора в стороночку поставил и нам дал тару но это написано то есть мы сознательно не по желанию а потому что мы были в безвыходном положении мы не могли ее не получить так вот наши мудрецы говорят а когда же мы получили тару по собственному желанию и талмуд отвечает в эпоху мардыхая истер в эпоху мардыхая истер народ получает тару по собственному желанию вопрос лама почему откуда как там есть одна фраза в магеллат истер то есть я и сделали то что получили и сделали то что получили и комментатор то что получили раньше сделали сейчас это же очень интересно почему именно это и тут я понимаю зачем нужен был всевышнему этот месяц ада мешкан храм пространство святости которое какое-то время будет а какое-то время не будет всевышнему нужно подумать о том что когда храма не будет что в пространстве будет заменять храм что будет обладать святостью место вместо храма потому что если это не дать то мы потеряем всякие ориентиры по направлению ганедону мы заблудимся и поскольку мы получили тару в месяца дар по собственной воле я понимаю очень одну простую вещь что вместо храма всевышний сделал так что в месяц садар наше тело как пространство осветилось то есть у тела возникла святость у тела не святости тело это холи то это прах из праха пришел в прах ушел но но этому телу нужно придачу какой-то момент возможность получить святость потому что в тот момент когда не будет храма что-то в этом мире материальном должно означать святость место так вот тело в месяца адар а именно четырнадцатого дня месяца адара получает эту святость которая выражается в том что мы начинаем делать здесь вот не бойтесь без этого есть в кабале такое понятие клепа клепа это скорлупа оболочка оболочка да и это как бы противоположное духовному да если духовное внутри как как некий плод то клепа сверху это материальное которое его защищает и клепа как правило всегда является носителем эгоизма в принципе начало греховности да и то что мы называем ей царара дурное побеждение побуждение это клепа но в этой клепе есть как бы так самый верхний уровень который примыкает к духовному миру самый верхний он называется клепат нога нога это венера да клепат нога так это называется в кабале и это та самая клепа которая ну как бы граничит с духовным миром и она естественно имеет немного свойств духовного мира и немного свойств этого материального мира это называется такая клепа нога и считается что из этой клепы как раз и рождается все разрешенное в материальном мире все что человеку разрешено делать это клепат нога но что нужно быть очень осторожным потому что это разрешенное может тебя при неосмотрительном поведении довести до греха например тебе разрешено пить вино это все нормально но как только ты забудешься немного и начнешь преувеличивать это тебя приведет к греху ты уйдешь вниз так вот в этот день клепа нога не представляет опасности для евреев ты можешь не сделать так что ты можешь пить сколько хочешь более того в этот момент ты как раз обретешь состояние того что понятие добра и зла у тебя исчезнет тело гуф приобретет святость храма и поэтому ты можешь вернуться в состояние ганеды то есть совершить полное исправление весь цикл исправления это возвращение в ганеды и поэтому весь праздник пури направлен только на то чтобы доставлять удовольствие тому что называется тело которое в этот день освещается тело которое в этот день освещается я думаю еще одна кромольная мысль у меня есть что вся история с аманом вот аман возникает аман да он возникает сразу как мы выходим из египта сразу он приходит с нами воевать когда по идее история с аманом заканчивается когда его там это самое конечно потому что нет я имею ввиду амалек аман это потомок амалека амалек возникает тогда самый страшный наш враг когда мы выходим из египта тогда амалек приходит нам воевать дальше есть потомки там есть агак которого шмуэль в свое время не убил вовремя и прочее и прочее последний из этого рода это аман правда если ты поговоришь с людьми тебе скажут что там гитлер амах шму амалек правитель россии нынешний амалек то есть всех плохих людей мы склонны называть амалек ну мы можем называть как угодно что угодно но реальный потомок реальный по тексту это аман после в тексте ни одного потомка амалека нет поэтому я так думаю что амалек был создан придуман сделан внедрен только для того чтобы в определенный момент чтобы быть на нашим страшным врагом и в последний момент через амана мы достигли бы святости тела и тогда все закончится и больше амалек по существу и аман не нужны хотя мы потом скажем что теперь в каждом из нас есть эта частица но это такие философские разговоры что в каждом из нас есть злодей ну есть конечно есть так что вот смотри вся эта история она как раз о том что скрытая часть определенным образом открывается то что скрыто под личиной проявляется вовне и мы на самом то деле при помощи всевышнего осветив тело получаем все три компонента человек время место и можем вернуться в ганеден и так каждый циклищик каждый цикл годичный нас потихонечку по капле приводит к этой точке и в конце концов видимо должно накопиться такое количество чтобы мы действительно попали туда куда нужно когда количество перейдет в качество когда количество перейдет в качество совершенно верно и от этого на самом деле если сделать следующий шаг мы можем просто прийти к пониманию того что такое театр в истинном смысле этого слова понимаешь потому что театр это опять таки когда божество скрывается и человек пытается его восстановить вообразить весь греческий театр он был как представление божеств божества представляли не люди же там да поэтому у евреев достаточно сложные отношения с театром поскольку там божества представляются вот но в принципе и могилат эстер это на самом деле пьеса это пьеса и это еврейский театр и это тоже понять попытка сокрыть всевышнего за маской и вот это всякое сокрытие это на самом деле попытка вот весь театр я понимаю что такое театр весь театр это попытка осветить тело то есть материальное совместить с духовным то есть вот такой праздник пурим театр это вечный праздник пурим который помогает достичь гармонии кстати ты сказал в начале нашей беседы упомянул что мегилат эстер имя всевышнего ни разу не упоминается да почему потому что как там ссылается на одну строчку из книги последней книги дворим гастер гастир по ним то есть от этого эстер эстер имя эстер переводится как скрывающие да мегила 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 это свиток свиток эстер да да так нет в этих двух словах есть смысл а свиток чтобы узнать его нужно раскрыть мегила это раскрытие а эстер это сокрытие для гастир скрыть так вот мегилат эстер это открытие скрытого да и в тот момент когда мы напившись не различим добро и зло для нас это будет абсолютно одинаково имя всевышнего появится у нас нас оно не должно быть в Julia но должно быть в нас мы должны вернуться в Ornn и тогда мы это сказать напившись до состояния рис то как бы мы отключаем сознание мы должны отключить сознание и в этом бессознательном состоянии мы можем выйти на уровень Божественного да тело тело приобретает то есть оно может переместиться в Ганедрен потому что оно приобретает уровень святости Интересно. Интересно, Миша. Он назван именно словом «пурим». То есть, жребий, значит, ключевое слово в этом празднике – жребий. Жребий. Ну, здесь есть масса объяснений. Смотри, жребий – это упование на случай. То есть, жребий не зависит от человека. Главное достояние человека – это право выбора. Человек выбирает, принимает решение, да? И если он отказывается от принятия решения, отказывается от главного своего права, права выбора. Значит, «пур», «пур», «жребий» как бы говорит о том, что все случайно. Может быть так, может быть и так, от этого не зависит. А случайность – это главная характеристика материального мира. В материальном мире все непредсказуемо. Есть какие-то законы, но они могут измениться, не будет не то, что я ожидал, поменяется. Есть миллион компонентов, которые я не могу учесть. И для меня это все будет дело случая. Хотя есть какие-то закономерности, но для меня это дело случая будет. Опять-таки, название, которое вводит меня в заблуждение. Оно меня обманывает. Потому что ничего случайного в этом произведении нет. Там все четко, ясно и закономерно. А мне говорят, что это случайность. То есть, материальный мир, он случайен. Там случилось так, случилось по-другому. Ну, ты не вправе это решать. Оказывается, совсем не так. Но для того, чтобы я это понял, я должен это преодолеть. Мне дается что-то, чтобы я это преодолел. Зачем Аврааму нужно было вознести сына на жертвенник? Чтобы преодолеть ничто и достичь чего-то. Преодолевая жеребий, я достигаю чего-то. Я прихожу в место абсолютной закономерности. Ганеден – это место абсолютной закономерности, где жеребий бессилен. Вот я думаю, что мне дано это для того, чтобы это преодолеть. Очень много Всевышний много раз делает так, что, допустим, он ставит Муше в ситуацию, когда Муше должен что-то преодолеть. И когда он это преодолевает, он попадает на следующую ступень. Просто как пушкинские какие-то строгие. Повсюду страсти роковые, от судеб защиты нет. Совершенно верно. На этом строится весь материальный мир. То есть на том, что мы называем испытание. Кто-то называет это наказание. Я говорю испытание. Каждый человек встает на определенный уровень испытания для того, чтобы сделать еще один шаг вверх. Окей, понятно, Миша, понятно. Ну что ж, жеребий брошен, господа. Там еще один очень момент интересный есть. Да. В этом произведении, помимо того, что нет ни разу имени Всевышнего, там еще одно имя ни разу не упоминается. Ни разу. Какое? Там ни разу не говорится Бней Исраэль. Сыны Израиля ни разу не говорится. Там говорится только евреи. Иудим. Иудим того употребляется, да? Все время. Только. А иудия, понимаешь, иудия не имеет идеологии. Бней Исраэль имеет идеологию. Это идея. А иудия – это биология. Это кровь. Это раса. Понимаешь? И почему? А потому что все время намек на то, что освещается материальное. Бней Исраэль – это не материальное. Это духовное понятие. Бней Исраэль – это, может быть, кто-то нерожденный Исраэлем. Это гиюр. Гиюр, принявший гиюр, называется Бней Исраэль. А, да. Точно, точно, да. Понимаешь? То есть, это идея, в которую человек должен войти. А иудия – это биология. Это по рождению. Ты еврей по рождению. Ты можешь быть кем угодно. Но если ты родился, то ты все. Ты там. Так вот здесь история про них. Понимаешь? Про биологию. Биология должна быть освещена. Понятно. Понятно, Миша. Окей. Ну, давай, мы подошли к концу. Да. Вот сейчас к концу, да. Спасибо тебе. Зребий брошен. Отмечаем праздник пулем. Я надеюсь. Всех праздником пулем. Мы надеемся с Мишей, что что-то произойдет положительное в этот праздник. Ждать-то осталось. Добро и зло соединятся под руководством добра, да? Да. По поводу нелюбви. Да. Как писал, так сказать, нелюбимый многими Станислав Куняев, добро должно быть с кулаками. Так, это в своем случае, да. Поэтому, окей, нас всех с праздником пулем, пулем самец. Спасибо Мишу Когану за столь пространный и очень интересный комментарий. Я надеюсь, мы с ним все-таки разбили эту клепу, эту оболочку, так сказать, скепсиса и формального подхода. И я вот, что меня больше всего, как бы, не то чтобы угнетает, но во всяком случае смущает, это формальный подход к любому празднику. Тогда как, действительно, если вчитаться, смотреться, то это все полно загадок. Или, как говорил Сократ в свое время, я знаю только то, что я ничего не знаю. Поэтому вот это самый лучший двигатель. Это двигатель мысли. Когда ты все воспринимаешь статично, в раз и навсегда застывшем виде, это ни к чему хорошему не приводит, как правило. Или приводит к агностицизму, как правило. Окей, ну, это уже подробности. Я еще раз напоминаю, что у меня в гостях был мой хороший друг, Каравин, историк, журналист, писатель Михаил Коган. Вел программу Марк Котлярский. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите меня, нас с Мишей, также на Телеграм-канале. Задавайте вопросы, вы всегда рады на них отвечать. Всего доброго, до следующих. С праздником, с праздником.